Ну да, доброго денёчка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Zipo и ретро. Рубрика у меня продолжается на канале. На сей раз это игра, которая называется Хоббит, да, она посвящённая именно тому Хоббиту, который был написан Питером Джексоном, который... что я сказал только что? Который был написан Джоном Толкином. Да, это история о Хоббите и 13 гномах, и одном волшебнике, которые задумали поход на Эри Борг. И, конечно же, попали столько переплётов и столько историй, что, мать его, не горюй. Конечно же, эта история расскажет нам о Бильбо Беккенсе, который был молод ещё и не особо желал вообще куда-либо путешествовать. Одна из первых книг была Толкином написана, это про Хоббита, Сильмалириан, известное, да, написание. И очень много различных черновиков, которые потом в дальнейшем Кристофер Толкин, его сын, собирал воедино. Ну и, конечно же, конечно же, Властелин колец. Самый-самый-самый знаменитый Властелин колец. Это игра 2003 года, приключения, экшн-приключения, ну, с такой вот посредственной графикой, хотя музыка вообще, в принципе, составляющая неплохие. Что примечательно, игра отлично запустилась на десятки без каких-либо проблем. Графику можно выставить достаточно неплохую и высокое разрешение. Full HD поддерживается, представляете, даже 2К поддерживает. Возможно, это какая-то патченая версия, адаптированная, но, чёрт его знает, нигде не нашёл. В меню, кстати, звук не настраивается ни хрена. Новая игра, погнали! В глубокой норе жил-был хоббит. Бильбо Бэггинс был уважаемым хоббитом. Он вёл жизнь спокойную и размеренную, а потому был немало удивлён, когда волшебник Гэндальф пригласил его отправиться в путешествие. Бильбо пытался было отказаться, но, увы, он имел неосторожность пригласить Гэндальфа на чай. На следующий день Гэндальф явился к Бильбо в компании 13 голодных гномов. Те съели всё, что было у Бильбо съестного, а потом начали петь печальные песни и внимать речам своего короля Торина Дубощита. На рассвете мы отправляемся к Одинокой горе. Мы отвоюем наше древнее королевство под горой, вернём себе наше сокровище и отомстим проклятому дракону Смауку. Король Торин, вам нужен будет взломщик, который сможет прокрасться вглубь Одинокой горы. Вот он, это Бильбо Бэгггинс. Впечатлительный малыш, но бывает свиреп, как разъярённый дракон. Что примечательно, Гэндальфа озвучивает тот же самый актёр дубляжа, что озвучивал его во Властелине колец. Игра ничем не связана с трилогией Питера Джексона, она написана, создана по книгам, поэтому с Питером Джексоном ничего не связано, кроме того, что это название вообще, да? Ну да, Бильбо здесь, конечно, будет очень мощный. Хе-хе-хе-хе. А как уклоняться? Что я только что сделал? Да, управление бесячье, конечно, нету стрейфов, он просто бежит в бок. Может быть, это, конечно, обусловлено тем, что это вот создание игры такой. Так, к сожалению, только поворот. Нету стрейфов, нету просто шажка вперёд. Слушай, а сколько хп у меня? Чё-то я не понял. У вас тут не слишком ли много, а, уроды? А, это фокусировка. У меня хп нет никаких, понимаете? И на меня уже нападает четверо, трое. Всех нахер развалю, кабины поломаю просто. Открывайся, мразь. Да-хе-хе-хе. Ага, это шифт. Я понял. Давай-давай. Я тебя хотел ультануть, мразота. Ребятушки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какую из игр, посвящённых вообще миру Властелину Колец, вообще миру Толкина, вы играли. Напишите мне в комментариях. И, конечно же, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Так, судя по всему, у меня наверх. Мышка очень отвратительно работает. Это только влево-вправо. Вверх-вниз нету. Просто нет такого. Бежать тоже нету. Что? А, это сон. Я понял. Я думаю, чё-то это слишком фантастически как-то выглядит. Так, люди, эльфы, гномы, все. М-м-м, ты прерываешь меня ещё, тварь? Хорошо, хорошо. Решил эту игру я, кстати, вам показать, чтобы вы, естественно, вспомнили. А если не знали, то узнали. После того, как я посмотрел снова трилогию Хоббита, которую снимал Питер Джексон, конечно, потрясающе снято. Праздительно отличается от Властелина колец, которую он снимал в начале 2000-х годов, потому что там больше использованы было, конечно, старые технологии по графике, ну и технологии он использовал больше, конечно же, париков, массовки, костюмов, чем в Хоббите. В Хоббите много, конечно, нарисовано на непосредственно компьютере, на графике полностью, почти полностью. Найдите выход, сразитесь с гоблинами. Понятно. Найдите выход. Весёленькая игрушка. Весёленькая игрушка. Я очень зря её проходил мимо. Гонючие крысы, рвите их в клочья. Перевод есть. Чё? Вообще по кайфу? В обморок он упал. Это был только сон. Только сон. Нет. Но какое это было приключение? Несмотря на то, что Бильбо испугался, в его душе проснулось какое-то странное чувство. Ему вдруг захотелось повидать дальние страны, взять меч вместо посоха. И к собственному изумлению, Хоббит согласился отправиться в путь. Ты проспал всё утро, Бэггинс. Думаешь, после этого Торин поверит, что ты отличный взломщик? Я ему покажу. Даже если мне для этого придётся отправиться на восточный край света. Пока что тебе просто нужно отправиться в Зелёный Дракон. Гномы ждут тебя там. Но... На это нет времени. На сборы тоже. Только возьми свой посох. Зелёный Дракон Странно, что они не отображаются. Это очень странно. Найдено монет, кристаллы храбрости, взломано сундуков, выполнено задание 23. То есть ещё здесь есть куча различных заданий. Серьёзно? Вот и кристалл, кстати. Когда Бильбо подбирает кристаллы храбрости, его индикатор храбрости постепенно заполняется. Когда индикатор заполнится целиком, здоровье Бильбо увеличится на одну единицу. Кристаллы могут быть спрятаны в самых неожиданных местах. Чтобы найти их все тщательно, обследуйте окрестности. Слушайте, очень приятно на самом деле сделано. А, найден посох. А где он? Сумка для камней, серебряные монеты, сундучок для лекарств. Непонятно. Куда-то он упал, но ладно. Семейка. Понял. Понял, не дурак. Поигнали. Ух ты! Да у меня карман прохудился. Небось, теперь мои серебряные монетки рассыпаны по всему хоббитону. Хоббитон и нора, в принципе, его... Блин, ну не могу посмотреть, к сожалению. Нужно подниматься. Мышка не работает таким образом. Может быть, есть какое-то... По настройке что-то. Мышь. Кольцо тоже, кстати, будет, смотрите. Выбор посуха один. Поднять камеру. Цифра восемь. Ого! Ну, это, конечно, это беда. Сохранение. Денек сегодня просто отличный. Верно? Здравствуйте, тетушка. Похоже, я потеряла свою швейную иглу где-то в городе. Не мог бы ты принести ее мне? Если найдешь, конечно. Конечно, тетушка. Очень миленько все это дело, конечно, выглядит. Ох, ну и проголодался же я. Уже почти полденя, а я всего только и съел, что два завтрака. А у меня на подоконнике остывает отличный пирог с мином. Думаю, мне надо пойти домой и съесть кусочек перед обедом. Пойди съешь. Очень неплохо все изображено. Слушайте. Где-то она, говорит, свою иглу потеряла. А что, я туда перепрыгнуть не могу? Да, то, что быстро бегать я не могу, это, конечно, беда вообще бедовая. Какой-то зеленый камушек нашел. Ах, там еще один был. Судя по тому, что там написано 23 задания нужно сделать, то их тут 23 много. Да, чары на потенцию может наложить. Противная озвучка у женщин, по крайней мере. Слишком эмоциональная. Он, когда прыгает, он не поворачивает. Зеленый дракон, он, короче, ближе к Бри. То есть, сейчас мне нужно побежать, по идее, направо. По тракту направо. А это не тракт, ни хера, это река. Эй, Глебо, хочешь сыграем в прятки? Боюсь, я немного спешу. Мы прячемся, а ты будешь нас искать. Готов? Начали. Порулись, дети. Конечно, мы же никуда не торопимся. Всего лишь день дурина скоро наступит. А тут по заданиям можно побегать, побегать, а потом наверняка просто... Но мне ведь нужно перебраться на другую сторону. Я мог бы его починить, но мне нужен мой молоток и гвозди. Принеси мой молоток. Я видел, как с ним играл Карл, там, возле водопада. На мельнице есть несколько сосудов. Мне придется их разбить, чтобы достать гвозди. Принеси мне мой молоток и гвозди, и я отремонтирую его. Фак. На мельнице? А как я должен понять, где эта срана мельница? Вот она, да? Чё? Ого! Глянь, как у кристаллов. Ай-яй-яй! Так, я понял. Мне вот отсюда, наверное, зайти надо будет. Туда он почему-то не запрыгивает. Но мы же хитрожопые, да? Нет? А если упасть оттуда... Да, я понял. Зайти только с другой стороны можно. Ладно, особо заморачиваться насчет этого не будем. Бесячая камера. Отвратительно бесячая камера. Курицу нельзя шум мякнуть? Ну что такое? В Skyrim, что ли, поиграли? Отдалить камеру можно? Наклонить можно. Нет, к сожалению, нельзя. Очень неудобная камера. Жутчайшим образом она неудобная. Очень странно, прерывается музыка и потом начинает играть заново. А, мне вот... Как-то надо их обойти. На холм на этот вряд ли я смогу подняться. Или смогу? Не, не смогу. Здесь, короче, невидимая стена, которая... Говорит о том, что игра коридорная. Черт. Стоп, хорошо. А, там, наверное, сквозной проход есть. Мельница, наверное, сквозной есть проход. Нет никаких сквозных проходов. Но, вот там было какое-то окно, да? Зачем? Вот что это такое? Почему он так делает? Почему он спрыгивает? Он спрыгивает не туда. Тебе, придурочный? Эй! Капец, а как я должен подняться туда? А-а-а... Понятно. Вот, проход. Точно, я же говорю, сквозной проход должен быть. Почему у него рот открыт? Мои детишки требуют, чтобы я им рассказала про драконов. Откуда они только могли услышать об этих тварях, уважающие себя хоббиты, а таких вещах нет. А вон гномы, кстати. Зеленый дракон, судя по всему. А если я в воду упаду, что делать? Он, короче, когда цепляется, надо просто сжать вперед и не прыгать. Если нажмешь прыжок, то он просто-напросто назад сбрасывается. Ну, как бы-то сказать правильно. Спрыгивает. Во! Не знаю, сохранился или нет. Давай проверим. Понятно. В воду можно упасть, будет медленно плыть. Ничего, в принципе, страшного. Та ё-моё. Цепись. Зацепись. Лечебное зелье. Так, ты, придурочный. Молоток отдай. Сопляка. Прямо Ассасин Скрит какой-то. Что примечательно, представляете, вот просто представьте себе, что через буквально 3 или 4 года, точно не помню, выходит Ассасин Скрит после этой игры. Смекнули? Представили себе? Ладно, ладно, подберу, блин. Чё вы орёте на меня? Молодец, парень. Это немного времени займёт. Да, мост починить, в принципе, немного времени занимает, понимаете, да? А лайк поставить ещё меньше времени занимает. Просто так тык и всё. И ты, бро. Вон, зелёный дракон слева. Вот и гномы, кстати, все. Да, вот это двален по-любому. Это по-любому двален. Жалко не пишет, с кем разговариваю. Принеси мне. А ты кто? Интересно, бомбура изобразили, ну, толстым. Назаров озвучивает. Погляни в зелёный дракон. Этот голос легко узнать. Ты пришёл как раз вовремя, мистер Бенн. Теперь в путь. Выполнено задание 5 из 23. Торговлю. Здесь ещё поторговать можно, поняли? Конечно, да, зачем мне это торговлю? Вскоре он пожалел о том, что оставил свой дом. В пустынных землях путники вымокли до нитки, изголодались и продрогли. Внезапно Барин заметил вдали свет костра. И Торин послал Бильбу взломщика на разведку. А там будут тролли. Все мы прекрасно знаем. Кстати, Торин по книге не был старым, как здесь изображён. Почему здесь он стариком изображён? Подкрадись поближе и посмотри, что там за огонёк. Подкрадись, говорит, поближе и посмотри, что там за огонёк. А где этот огонёк? Я не вижу вообще. Какие-то растения опасные, хотящие скушать маленького вкусного розового хоббита. Волк? А никто мне помочь не хочет? Маленький хоббит отбускал волка. Опять волки? Этого ещё не хватало. Кушали. Пойди, говорит, посмотри. Хоббита в лес отправили. Вы с ума сошли, что ли? Сходить, говорит, к костру. А здесь никак я забраться не могу. Мы должны знать, костёр это или нет. Это кто-то фонаритом, блин. Зажёг. Я просто не пойму, а как блокировать-то? Волк! И выглядит он совсем не так дружелюбно, как собаки у нас в заседе. Опять волки? Этого ещё не хватало. Наверное, надо посмотреть в настройках. Может быть, есть блок. Прыжок, атака, использование краса. Выбор цели. Режим обзора F. Надо попробовать. Нет? Никакого блока. А, понятно. Там три волка, блин. Вы прикалываетесь, что ли? Ага, можно парировать. На прыжок, блин. Хотя, нахрен она вам нужна. Так, зелье я выпил. Меня загнали в угол, это хреново. Когда идёт прицел, на конкретную цель, то он парирует. Прыжок парирует. Почему об этом нигде не сказано, это, конечно, беда. Сейчас я тебя отмудохаю, иди сюда. Псина вонючая. Зельев, лечения нету. Я зря, кстати, не поторговал. Может быть, оно и нужно... Было бы неплохо. Там сундук есть. Может, там будет зелье лечения. Кстати, хп совсем мало. Очень мало. Потихонечку. Полигонечку. Отлично. Так, чё там с костром? Я просто не пойму, куда идти-то. Дикие растения. Сука, классно, прикинь. Это жопа, блин. О! Гребочки. Гребочки хилят. Края обрыва выглядят непрочными, но всё-таки здесь можно перепрыгнуть, если как следует отколкнуться потахом. Удачи тебе, Бильбо. Что? Есть ульта. Отталкиваясь посохом, Бильбо может прыгать гораздо дальше, чем обычно. Сначала выбери посох, а затем заставьте Бильбо разбежаться. Перед самым прыжком нажмите и удерживайте левый контрол. Окей. Быстро нажмите пробел. А, я понял. О, видели. Ну так, ибо нехер. Сохранюсь от греха подальше. Если мне удастся добраться до водоспуска, возможно, я смогу спустить воду. Зачем? Чтобы затопиться тут к ядрине феня. Хе-хе-хе-хе-хе. О. Ну так, не разевай пасть свою. Так, еще ко мне поднадавали. Ой. О, неточки. А, я с другого места спустил воду. Слушайте, а то, что я не поговорил с Торином, это, наверное, плохо, да? Да, хер там плавал. Я до... Вот такие. Ну мы их просто не подпустили к себе. Правда, два камня осталось. Какие-то жабы огромные. Я прям сразу вспоминаю игру Лотра. Ну, Властелин колец онлайн, которые там тоже жабы были огромные. И как раз вшире. А мы же и не вшире, наверное... Ну, по крайней мере, где-то рядом. Заберись, пожалуйста, дружище. Оу. Пошел нах. Камушки. Камушки-грибочки. Ух ты. Мощно. Мощно. Сразу двоих. Да, тут, слушайте, много придется путешествовать. Я просто хочу тех троллей увидеть, как они здесь изображены. А если уровень воды поднимется, я смогу перебраться на ту сторону. логично, логично, логично. Но меня там уже ждут. Причем много кто ждет. Ах ты, блин, просрал. Прикинь. Скушали. Не хочу я, конечно, добиваться того, чтобы поговорить с троллями. Друзья, если понравилось видео, просто поставьте лайк. Напишите комментарий, играли вы в эту игру или любую другую игру, которая посвящена миру Толкина, тоже напишите в комментариях. Не забывайте заглядывать на мои стримы, которые проходят три раза в неделю. Графику вы можете посмотреть во вкладочке в канале. Берегите себя. Всем удачи. Пока.